наш эфир продолжает радиоблог игоря цесарского здравствуйте игорь добрый день серёжа добрый день уважаемые радиослушатели и так очередной радио вначале как всегда напомню вам еще об одном подкасте который я неоднократно вам своих передачах о котором упоминаю это тв клуб континент почему вспоминаю об этом и сейчас потому что буквально последние два дня я сделал пару очень любопытных я бы сказал записей одну из них с иосифом зисельсом очень видным общественным деятелем из киева и вторую с писателем михаилом велером если вам это интересно то и по теме и по личностям я рекомендую зайти в ю тубе набрать тв клуб континент либо это все можно найти на нашем сайте континент usa.com и я буду очень признателен если услышу от вас не только то что вы это прослушали и вам это было интересно а может быть и нет ну какие-то ваши отклики хотелось бы видеть в том числе и там же где эти записи существуют тогда мы будем лучше ориентироваться кто вам интересен что вам интересно с кем бы вы хотели встретиться и так далее и тому подобное ну а сейчас мы переходим уже собственно к передаче я представляю вам своего друга и коллегу из нью-йорка владимира черноморского добрый день володя я вас приветствую здрасте игорь здрасте господа радиослушатели вот так бы мы могли бы сказать в те давние времена господа ташкентцы мы оба из ташкента сейчас мы скажем господа чикак вот да именно так ну вот господин нью-йорк я бы хотел естественно в первую очередь услышать от себя что сейчас происходит в городе понятно в связи с этой напастью которую уже как только не называют называют к вид 19 но уже сопровождают это название всевозможными мемами всевозможными комментариями и и в общем то такими присосками пришлепками что просто повторять их не хочется тем более что относиться к этому легкомысленно тоже не хочется учитывая сколько людей уже ушло на тот свет вот что происходит володь расскажи ну что тебе сказать что граждане сказать ситуация вообще-то в нью-йорке как раз ахлая честно сказать ужасная по сути если взять табличку эти папа зараженности нью-йорк превосходит самого следующего за ним за ним штатов более чем в два раза по зараженности очень много больше чем в калифорнии который примерно равный штат значительно больше чем калифорнии с одной стороны это плохо а с другой стороны это еще хуже хуже почему потому что на этом фоне выявляются самые пакостные явления но не убить не буду я вас убивать так сказать цифрами ну хорошо я скажу триста тридцать шесть тысяч зараженных ну это 7 с половиной процентов смертность это ужасная цифра это колоссальная цифра ну представьте граждане чтобы например в израиле 0 процента смертность ой 0 5 процента смертность а здесь 7 с половиной процента смертность то есть ну ситуация по сути дела ахвэ чуть-чуть сейчас снизилась за последние пару дней за меньше стало заражаться но это ни о чем абсолютно не говорит потому что не на не намного меньше и совершенно не ясно когда это все кончится хотя наш благородный губернатор хома а еще более благородный мэр города героя нью-йорка билл деблазио который все естественно русские называют дебилл деблазио вот они так сказать раз говорят хорошие вещи вы граждане мы все в курсе вы не волнуйтесь мы все для вас делаем наш губернатор он каждый день выходит на телевизионный экран и обращается к народу точно так же примерно как как трамп но когда трамп говорит какие-то конкретные вещи вот своим естественно специфическим языком то этот начинает говорить о том что с одной стороны мы делали все контролируем все в порядке с другой стороны начинает жаловаться у него того не у него другого нет у него недавно не было этих вентиляторов а потом оказывается эти вентиляторы стоят у него на складах и никакая падла им и не пользуется нету места где хоронить потом выясняется где-то около похоронного дома стоят несколько автомобилей набитые трупами которые начали вонять пришла полиция выяснили что это набитые трупами в общем очень и очень и очень странно все и непонятно населению это все осточертело например вчера был субботний день в парках ходили люди даже без масок и пошли в парки потому что уже дальше просто некуда вот но естественно работ нет потому что город нью-йорк вообще-то это не промышленный город это город обслуживание это город который живет за счет уолл-стрита людей уолл-стрита и туризма и он обслуживает то есть это рестораны это гостиницы это все 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 и все нафиг закрыто и также все офисы закрыты у людей нет работы особенно чудесные люди так сказать приехавшие вернее пробравшиеся через границу без всяких документов без ничего без ничего они в первую очередь конечно остаются без работы вот не надо было извинить и нарушать американские законы вот вот получилось так но их сейчас берет под опеку и тот и другой названные люди берет и забрасывает туда гигантские деньги которые должны были пойти бы тем же самым американцам тем же самым официантам которые потеряли работу в ресторанах тем же самым поварам тем же самым гостиничным людям в общем в общем полная неразбериха и одно радует что если где-то говорилось что кому может претендовать на то чтобы стать вецепрезидентом в силу мол популярность у него такая он выступает каждый день и или потом дальше президентов а может быть перед самыми выборами наш дорогой товарищ байден скажет извините я очень сильно устал и я я дальше не иду а он тогда автоматом пролезет на выборы уже этого не получится потому что так загробить штат так загробить город так они не могут володь извини я тебя перебью дело вот послушай что все равно из него делают некоего героя не знаю на каком на белом или гнидом коне правда я трудно мне судить издалека не вижу но какие-то публикуют опросники где он там предстает вот эдаким но мы видим и другое что что человек не справляясь с ситуацией в городе одновременно переставляет все время стрелки на президента который якобы недостаточно уделять вниманию мегаполису но в то же время как как припрет он едет в вашингтон или или звонит туда или едет или еще как-то и требует чтобы выделили дополнительные ресурсы с федерального правительства то есть где же последовательность какая-то в действиях и вообще в управлении а никакой последовательности нет у них вот как бы это лучше придумать а вот песенку ты же знаешь вы знаете все граждане эту песенку которую не надо паники это наш последний день на титанике вот они себя точно так же ведут то есть они граждан говорят не надо паники а но это наш последний день на титанике день используют только так как они могут использовать ну к примеру вот этот дебил деблазио то есть наш мэр вдруг он сказал что знаете наше цветное чернокожие население как это правильно сказать автор американское население оно в этих в этой ситуации очень сильно страдает то есть оно опять же оно опять же подвергается как это сказать лучше дискриминации и срочно потребовалось создать агентство чтобы в ситуации коронавируса в ситуации пандемии и они не подвергались дискриминации и срочно на это под это дело надо выделить было 800 миллионов до долларов живых таких а кого назначить туда это же на их последний день на титанике его жену его чернокожую жену с моей опять же как в оперете с моей маленькой женой хотя это такая лошадь но это не меняет дело но это не меняет дело и положил ей зарплату за 200 тысяч долларов ну слушай чего там 200 тысяч когда 850 миллионов будет крутиться я так понимаю извините давайте тогда посмотрим как же дискриминировали а решил посмотреть как же дискриминировали вот если взять умирающих от коронавируса белых за сто процентов ну за сто процентов по отношению к количеству населения то чернокожие население 97 так уже меньше уже меньше уже меньше да а вот я тебя могу разочаровать есть города где обратная и в этих городах очень серьезно рассматривают знаешь какую тему что вирус оказывается он ведет себя очень неприлично по отношению к вот тем или иным группам как говорится понимаешь которые больше страдают видимо нью-йорк каким-то образом вот вот неправильно здесь себя повел в этом деле потому что иначе говоря там должно было быть соотношение которое позволило бы не только 850 миллионов взять а 8 миллиардов на это дело тогда я тебе скажу что вот то что ты говоришь о том что коронавирус в данном случае не благоволит как раз чернокожим и другому населению это беспардонная ложь беспардонная это жуткая ложь больше того есть сейчас теория которая относится к разряду конспирологических но на самом деле она где-то вылезет что да коронавирус коронавирус он действительно имеет избирательность и он действительно благоволит к определенным расам и представьте себе отнюдь не к белым отнюдь не к белым вот если посмотреть если посмотреть заражаемость и смертность от коронавируса что мы видим белые на миллион населения смертность 159 черные на миллион населения 132 азиаты 62 62 ты меня просто вот этими цифрами ты меня в такую сложную ситуацию ставишь почему потому что тогда получается согласно той же конспирологии что китай делал это вообще намеренно так теперь теперь давай давай рассматривать эту ситуацию более подробно ты совершенно правильно говоришь совершенно правильно давай рассматривать такую ситуацию случайно случайно не потому что как не случайно то есть если это от природы то есть как мы знаем твоя макака мочит хвост моем бокале от этого все заразились а случайно случайно в лаборатории делали эту штуку она случайно выплеснулась но даже так но ее значит делали так эту штуку этот коронавирус сделали под азиатов раз получается такая штука ну я не знаю под кого это да да значит так получается значит так а ее так делали чтобы она больше била по голове наших так сказать бледнолицых но меньше чернокудрых и азиатов в общем кошмар я чувствую подожди я не закончил но я закончу эту мысль прекрасно а заключается она в том а нам говорят ну а как же вы хотите белые то живут дольше а он этот коронавирус он распространяется в смысле он влияет больше на пожилое население поэтому гораздо больше белых умирает ну хорошо взял я статистику а статистика мне говорит извините а оказывается у белых например в Соединенных Штатах продолжительность жизни эксперт продолжительность жизни семьдесят восемь и девять а у азиатов восемьдесят семь лет то есть у кого больше у кого больше стариков у белых или у азиатов или в Китае предположим где ограничивали рождаемость ограничивались рождаемость помнишь у них гораздо больше стариков а этого нет то есть в данном случае эта конспирологическая теория она вот так лежит буквально на ладонях совершенно ясно а особенно ясно когда вдруг выясняется что весь этот Ухань или хуя Ухань извините Ухань он весь больной а вокруг огромный Пекин огромный Шанхай все остальное туда ничего не проникло да мы говорят загородили это все а мы же не могла прошмыгнуть загородить невозможно невозможно загородить да можно загородить но полностью вот так действительно но зная что заранее зная что надо поставить всевозможные заборы кордоны но вместе с тем оттуда вылетали самолеты и пять миллионов населения летали туда-сюда из этого Ухань куда туда-сюда куда туда-сюда в Европу в Европу в Соединенные Штаты Америки к ним рейсы были закрыты в одну сто они летели только сюда да я я подозреваю когда я видел извини статистику в институте Хопкинса что там было указано что там допустим Гвинея Бисао два зараженных я думаю значит какой-то китайцы туда добрался по сути откуда ну как туда даже вирус-то дошел по почте или через летучих мышей которые океаны там пересекли моря я не знаю ну как ну да ну да что ну да самое интересное еще и закончим конспирологии самое интересное оказывается мы же знаем где были центры заражения центры заражения Милан центры заражения Нью-Йорк а почему а потому что Милан это средоточие всех основных таких брендов которые не дали китайцам эти бренды то есть Луи Тон Гуччи и так далее и тому подобное Армани все они там в Милане и они не могут позволить китайцам это делать иначе мы публиковали на эту тему очень хорошую статью итальянского автора но он американского то есть итальянец в Америке родившийся но там сейчас живущий прекрасно он все расписал когда эти бренды ушли в Китай их начали там делать потребители с недоверием стали относиться и тогда они открыли все эти фабрички и так далее в самой Италии и тогда приехали по соглашению энное число китайских рабочих которые стали обслуживать это и делать и тогда вроде бы ничего ни с чем не расходилось то есть сделано made in Italy да в Италии конечно а где же еще и Нью-Йорк которая финансовая столица да когда была объявлена так сказать торговая война Китаю по правильным причинам абсолютно правильным оказывается получили то иными словами иными словами да здесь есть в чем разбираться а в чем эти люди разбираются в нашем конгрессе в чем в этом они разбираются они разбираются в том что надо обязательно Трампа Трампа обвинить это понятно ну вот скажи пожалуйста вот твоя такая речь эмоциональная относительно вот этого всего китайского вируса ну как наш президент назвал его ну не потому что вирус можно национально эмоционально как-то обознать потому что он оттуда пошел мы это знаем ну смотри ведь этот наш разговор могут многие счесть как некий вот вот чайнофобский да условно говоря вот ты вот как ты думаешь будет верна такая оценка хотя я знаю ты прекрасным образом сообщаешься по сей день даже по моему у тебя довольно много китайских товарищей в твоем ну не кругу товарищеском но ну я общаюсь в силу того что я играю в настольный теннис и играю неплохо и мне нужны китайцы как партнеры поэтому я с ними в квинсе встречаюсь сейчас нету сейчас все закрыто но до коронавируса и как минимум там 100-150 человек китайцев вокруг меня или я вокруг не ползал да но я что скажу вот если говорить о китайцах я немножечко изучил это люди которые крайне холодные я им не друг за многие годы которые мы играем то есть у меня нет там друзей они не друзья они чужие это это то это чисто моя оценка они говорят да ты хороший парень да 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 а имя они запомнили это да это я их не запомнил так вот 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 нет ну это я так вот но понимаю ты понимаешь да они это это вообще интересные люди и если вот интерполировать это все на нацию это очень тихо очень тихо они могут как угодно с хорошей улыбкой на лице к тебе отнестись и когда я был в китае а я был там где-то пять лет назад я был в китае и я приценился к тому что я видел и кого я видел был я там в течение двух недель это было для меня как для журналиста опытного ты же знаешь что я опытный журналист было достаточно чтобы посмотреть что-то такое характерное выяснить что это за люди и я должен сказать какой-то определенный холодок у меня внутри есть честно скажу определенный холодок видишь у тебя холодок а у госсекретаря который в общем то вполне конкретно выставил не просто некие претензии а то на что китай должен отреагировать потому что уже вот эти танцы как говорится кончились бальные надо уже серьезно предъявлять и более того не то чтобы даже предъявлять я бы сказал а вообще-то с этой лабораторией надо бы разобраться откуда что и это в интересах даже и того же китая по сути если они хотят выглядеть цивильно а им не надо выглядеть то есть то что интересно им не надо выглядеть также как Рожен Кам не надо выглядеть понятно то есть им не надо выглядеть вот что страшно в чем дело им общественное мнение мирового сообщества все равно у барабаны Они сами по себе они «вещи》 в себе Так же, как Россия делается сейчас, вещи в себе. Вопрос в другом. Сможем ли мы обложить их теми возможными санкциями за вот это дело? Предъявить им обвинение? Почему? Дело в том, что существует. Через кого мы это должны сделать? Если раньше, если бы мы были в 47-м году, в 48-м, когда создавалась организация объединенных наций, ты понимаешь? То существовал какой-то международный орган. Так же, как в Олимпийском движении, Олимпийский комитет, который за допинг, мог лишить страны. Да, 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 конечно. Сейчас эта организация, извините, на ней Китай всей своей могучей задницей. Ну, по крайней мере... Аж как на возе. Да, там... На возу сидел Китай. Два вето, как бы, обеспечены по определению на любую какую-то акцию, да, и иск, и так далее. Ну, хорошо. И не только вето. Прямое даже без вето голосование в Совете Безопасности все эти маленькие страны, в которые Китай совершил экспансию... Ну, конечно, да. Они будут голосовать против ненавесных Соединенных Штатов. ...про чудесного человека из организации ВОЗ не вспомнили. Но это давай мы оставим на закуску. У нас сейчас реклама, которую надо обязательно послушать. А потом мы вернемся, если у вас будут вопросы, дорогие друзья, то мы готовы будем ответить. Не только слушать надо рекламу. В наши дни рекламу нужно к ней прислушиваться надо, потому что ваши бизнесы должны жить. Совершенно верное замечание. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон студии 847-400-5200. Это тот случай, когда вы можете позвонить, задать вопрос и получить на него ответ. И давайте примем, наверное, первый звонок. Да, пожалуйста, только я напомню, что Владимир Черноморский, город Нью-Йорк, журналист. Слушаем вас. Здравствуйте. Ну, замечательный у вас гость сегодня, господин Черноморский. Очень мне всегда нравятся его передачи. Ну, и ваши, естественно, Игорь Цесарский. Очень ценю. Но вот что я хочу сказать. Первое. Значит, то, что китайцы из коммунистического Китая, они такие же, как когда-то были советские люди под сталинским режимом, когда был террор. Потому что я знаю очень многое из Гонконга, и были у меня друзья, китайцы из Гонконга, совершенно другой народ. И это понятно. Теперь у меня есть вопрос. Как вы можете объяснить, значит, что, насколько я знаю, в Нью-Йорк, по-моему, тоже сити, как называется, ну, город-убежище. И все эти города-убежище, у них проблемы, большие проблемы. И в связи с этой пандемией тоже. И вообще, если посмотреть, то демократические штаты, у них намного больше проблем. И с этим тоже. Объясните, пожалуйста, вот эту ситуацию. Спасибо большое. Спасибо за звонок, Володь. Пожалуйста. Ну, это совершенно понятно. Да. Проблема у них заключается только в одном. в том, что они распределяют бюджеты не по конкретным, необходимым для городского хозяйства, для основных, ну, как сказать, жизненно важным потокам, а распределяют их, распыляют на нуждающихся. Почему? Потому что нуждающиеся их избиратели. Они им всегда обещают много, и они им действительно много отдают, что им совершенно не помогают. Здесь очень простая вещь, как по Конфуции, тому же китайскому Конфуции. Если ты хочешь накормить человека один раз, то дай ему поесть рыбу. А если ты хочешь, чтобы он сам себя кормил, или накормить его на всю жизнь, научи его ловить рыбу. Так вот эти люди, демократы, они, чтобы привлечь кать избирателей, они кормят их постоянно, вместо того, чтобы научить ловить рыбу. Это так вкратце, чтобы было понятно. И в результате все разваливается. Потому что не хватает ни на что денег. А Санчери Сити, тем более, потому что привлекает людей, которые, извините, без никаких иншуринстов, без никому, они со своими болячками, со своими женщинами, со своими детьми, на все это уходит колоссальные деньги, особенно на лечение. Они абсолютно себя не оправдывают, они абсолютно идут в убыток. Не только потому, что они нарушают закон, не только потому, что из-за них происходят какие-то дикие вещи, с точки зрения санитарии, когда селится по 30 человек в одну квартиру и так далее. Это не самое главное. Самое главное, что огромное количество денег на их социальное обслуживание. Да, ну мы об этом неоднократно говорили, на самом деле, да, это та же проблема, которая пока и неизвестно, когда решаться. У нас есть звонок, попробуем принять его. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Я не с самого-самого начала слушала передачу, но все, что я слышала, я абсолютно с вами согласна. Но я хотела немножко добавить, ну я не уверена, может быть, вы говорили об этом, но то, что я слышала, я бы не слышала. Дело в том, что геном этого вируса изучали в Институте Пастера в Франции и обнаружили там большой кусок ЭЧВ-вируса. То есть они внедрили в коронавирус ЭЧВ-вирус. И вот как вы считаете, для чего бы это было сделано? Я считаю, что они хотели создать вирус иммунодефицита человека, который бы распространялся по воздуху. И вот я не знаю, у них не получилось или они не успели. Понимаете, они же должны были ударить по Трампу, и вот они самое лучшее время выбрали, когда было холодно, когда он быстро разовьется. А может быть, мы еще это и увидим в дальнейшем. Может быть, они еще это и выдадут на гора. Вот эту дрянь. Давайте мы все-таки вот эти вопросы оставим за пределами, потому что в прошлом эфире мой друг Герштейн был, и я его начал под конец эфира называть господин вирусолог, потому что вопросы были вокруг ну, очень уж такие специфические. И вряд ли, извините, конечно, я говорю и за себя, и за Володю, ну, кроме как может быть что-то шутливое, но на самом деле трудно нам судить, будучи журналистами, а не все-таки учеными, тем более не просто учеными, а вирусологами, о том, что там намеревались сделать. Мы только можем эту информацию так же, как и вы, потреблять, но вот комментировать это очень сложно. Как ты думаешь, Володь? Нет, но если бы мы знали наверняка, что это действительно так и есть, то мы могли бы прокомментировать. Конечно. Но наверняка, пока это еще не знают, и вопрос этот стоит, что вирусологи должны это изучать, они должны определиться окончательно на 100% искусственное или естественное это происхождение, но определившись, если они определятся, что это будет искусственное происхождение, то это будет огромный удар по всему человечеству, по одной простой причине. Несомненно. Потому что мы не будем знать, что с этим делать, что делать с Китаем. Что, атомную бомбардировку, что ли? Нет, нет, конечно. Я знаю, что мы сейчас сделаем, мы попробуем принять еще один звонок. Добрый день, слушай. Добрый день, спасибо за передачу. Меня, конечно, очень волнует по-своему личным даже соображение ситуации в Нью-Йорке и мнение уважаемого жителя Нью-Йорка, я думаю, города все-таки. Будет ли Нью-Йорк прежним, таким, как это в Вайбранс Сити по-английски? А если будет, то сколько лет займет восстановление? Пожалуйста, ваше мнение. Ох, тяжелый вопрос, Володь. Ну, попробуй. Я думаю, что недолго восстановление займет. Я думаю, что недолго. Дело в том, что здесь сходятся все финансовые потоки. Отдать эти финансовые потоки кому-то, это угробит Соединенные Штаты Америки. Потому что Соединенные Штаты Америки давно стала финансово обслуживающей страной, не производящей страной. Это первое. Второе, здесь сходятся все туристические потоки. Это главная туристическая мета мира. Поэтому, опять же, будет все сделано для того, чтобы это быстро возобновилось. Все буквально будет сделано. Другое дело, что пока вот эти ребятки, которые управляют Нью-Йорком, здесь живут, они будут мешать. Но это будет длиться вплоть до выборов. Если победит демократ, если победит демократ, то ее быстренько придет в норму. Если победит республиканец, ребята, то есть я имею в виду господин Трамп, то они будут еще кочевряжиться. Даже трудно это сказать, и трудно, вернее, молвить, трудно вымолвить это. Потому что это страшно даже говорить, как самые основные жизненно важные проблемы Соединенные Штаты в Америке решаются на партийном противостоянии. До чего дошло. Да, ну, на самом деле, твой оптимизм приятен, потому что мы все-таки заждались хороших новостей. Ну, деваться некуда. Ну, деваться некуда. У нас есть звонки, Сереж? Да. Здравствуйте. Пожалуйста, слушаем. Ваш госправа в том, что действительно еще неизвестно происхождение вируса, природное или искусственное было сделано. Но фактом остается то, что 5 миллионов из Юхани, там проживают 20 миллионов, все же выехали по всему миру, и почти 800 тысяч из них выставились у нас, и 250 тысяч оказались в Нью-Йорке. Поэтому наш Нью-Йорк лидирует по числу зараженных и погибших людей. Вот. И я хочу сказать то, что почему ваш Нью-Йорк, скажем так, не восстанавливается, потому что у нас в Нью-Йорке слишком много демократов, уже республиканцев почти что не осталось в власти. И со времен знаменитого республиканца у нас нет республиканцев ни в одной отрасли власти. Вот я поэтому говорю, что восстановление затянется на долгие годы. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Единственное, я не знаю насчет цифр, которые вы привели, насколько они корректны. Как ты, Володя, ты что читал по этому поводу? По поводу 5 миллионов? Да. Ну, я где-то это читал. Я не думал, что 5 миллионов, но как минимум, как минимум полтора-два миллиона уехали. Но самое интересное, что они не уехали в Китай. Да, ну, кстати, тут же надо заметить, что и к нам возвращались не просто китайцы, а наши же граждане, которые там улетали встречать Новый год по китайскому календарю и так далее. Тут очень момент важный. Мы в данном случае не можем высказываться что-либо в отрицательном. Вот одна деталь. Юхань, он не был таким уж туристическим центром. О, конечно. Дело в том, что те граждане, которые ехали встречать Новый год по китайскому календарю, это в основном китайцы. А белое население Америки или черное население Америки ехали, естественно, в Шанхай, в Пекин, в Банчжоу. Это понятно. Но люди ехали к себе домой. Они же все равно... Это другой вопрос. В своей стране. Вот это тоже важно отметить, что мы не говорим, мы не обсуждаем сейчас лояльность тех или иных народов к стране, где кто сейчас живет. Но у китайцев очень вообще-то сохранено именно теплое отношение к своей исторической родине. У нас есть звонок, попробуем принять его. Я бы сказал, более чем теплое. Более чем теплое даже, да. Слушаем вас. Алло, алло. Отключился радиослушатель. Почему там? 847-400-5200. Телефон нашей студии. У нас сейчас есть время для того, чтобы принять звонки. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Да, вот ты правильно заметил, что более даже, чем теплое, потому что, в принципе, конечно, это сильно влияет на некие отношения. И то недоверие, которое выплеснулось, кстати говоря, оно потом как-то обсуждалось некрасиво, что вот нью-йоркцы игнорируют там китайские рестораны и так далее, так далее. Ну, сейчас мы попробуем принять звонок. Ну, ладно, в нью-йоркцы игнорируют. Ну, так тоже писалось, кстати. Каман! Каман! Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, Луфи. Здравствуйте. Вот все китайцы, которые возвращались после празднования Нового года, они-то не знали, что там такая ситуация, что уже вирус гуляет. А правительство знало. Поэтому, как бы, нельзя вот это игнорировать факт, что это сделано было практически специально их председателям СИ для того, чтобы выиграть торговую войну. Ну, и, на мой взгляд, здесь и демократы наши тоже, как бы, задействованы. Но уже это, как бы, не стоит об этом сейчас говорить. Спасибо. Да, спасибо за ваш звонок и ваше мнение. Ну, да, можно и так. У нас есть еще звонок. Как за некую точку зрения. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что в данном случае, как это ни странно и даже не больно осознавать, но наши деятели, особенно верхнего ряда из Демпартии, они солидаризовались с китайцами, а не с действующим президентом в этом вопросе. Так, у нас есть звонок еще? Слушаем вас. Добрый день. Можно говорить? Да, пожалуйста. С этим, что говорит Леон, трудно поспорить. У меня немножко другой вопрос. Может быть, за это время слышно что-нибудь новое по делу генерала Фрида. Если есть что-то, буду рад послушать. Спасибо. Спасибо за вопрос, что ты знаешь об этом. Что нового пока нет. Пока идет разговор о том, что его несчастного облыженно обвинили, что его несчастного облыженно разорили и так далее и тому подобное. Кстати, несчастного не в кавычках, а именно несчастного. Да, именно так, да. Вопрос состоит в общем. Насколько далеко пойдет расследование. Я надеюсь, я надеюсь, что пойдет далеко, но это немножечко преждевременно. Мне бы хотелось, чтобы это выплеснулось после коронавируса. А не сейчас, потому что под этим коронавирусом это дело каким-то образом заложено под асфальт. Может быть, он сам это понимает. И может быть, попросит, чтобы оттянули. Потому что здесь уже дело принципиальное. Тут много на сей счет можно сказать. У нас слонов. Попробуем его принять. Потом, может, вернемся к этому. Добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы сказать пару слов тоже. Пожалуйста. Дело в том, что как раз я не согласна с женщиной, которая раньше сказала, что сейчас не время говорить о наших демократах. Я считаю, что сейчас именно самое время об этом говорить. Потому что ситуация разработана очень грамотно. И интересы Китая и демократов очень-очень совпадают. И очень вовремя они все это сделали. И нам теперь очень... и то, что Трамп вопреки страшному противостоянию сумел за три года сделать совершенно не... ну, как сказать, замечательные вещи, в течение трех недель это все было разрушено. И, конечно, демократы будут считать и агитировать и объяснять людям, что видите, как при Трампе плохо. А я считаю, что люди, здравомыслящие люди должны как можно больше объяснять людям о том, что это не вина Трампа, а что если только Трамп будет перенесбран, дай Бог, чтобы только он сможет восстановить то, что он сделал нечеловеческими усилиями в течение трех лет и разрушил не он, а разрушили они. Спасибо, что это очень важный момент. Очень важный момент, чтобы выборы прошли, как можно благополучие для страны. Комментировать нужно только одно, что, конечно же, демократы пытаются использовать ситуацию. Я далек от мысли, что они договорились с этим си, чтобы тот забросил коронавирус сюда. Ну, я тоже думаю, что хотел так думать. Хотя иногда их поведение наталкивает еще и не на какие-то это вот кстати. Кстати, вопрос, например, в вопросах разведки, в расхождении, когда снизу с поля, так сказать, подают сигналы о том, что есть, а верховые не дают эти сигналы, не передают руководству Соединенных Штатов Америки, это говорит о том, что где-то интересы си и их совпадают. там вообще, мы уже говорили о кризисе спецслужб, это не пустые слова, потому что, к сожалению, они политизировались настолько, что перестали быть такими... категорически недопустимо в дипократическом государстве, если мы не хотим иметь в Венесуэлу. Это категорически недопустимо. Посмотрим, к чему это все приведет. Но пока нужно победить коронавирус, не обращать внимания на все эти нападки, а после этого придет время, чтобы ударить. Это время должно прийти где-то в августе. Да, У нас есть звонок, слушаем вас. Алло. Говорит. Да, говорите. Я хотел небольшое уточнение сделать. Небольшое. Дело в том, что китайское руководство и самое высокое утверждало, что этот вирус не передается от человека к человеку. И они долго это утверждали. И поэтому выпускали всех никакой опасности для мира это не представляет. И даже когда был закрыт этот несчастный рынок, и когда врачи доказывали, что все не так выглядит, этих врачей вызывали дисциплинарные комиссии, и они получали выговоры. И их обвиняли в том, что они сеют панику. Вот что я хотел вам сказать. Всего доброго. за это дополнение, действительно так. Если бы только выговоры. Известно, сколько людей погибли. И дело в том, что мы прекрасно понимаем, что такое коммунистический режим, и все цифры, которые они в итоге дали, это можно умножать настолько, насколько вам фантазия ваша позволит, потому что, откровенно говоря, это все выглядит весьма-весьма далеким от реальности. Но ты знаешь еще у меня, Володь, что я хотел сказать в связи со всем. Меня очень смущают материалы, которые через прессу идут. Я стараюсь в континенте избегать, но так или иначе все равно что-то проходит, а именно вторая волна эпидемии будет тогда-то. Это там, это продлится два года и так далее, и так далее. То есть, понимаешь, что происходит? Что мы еще с первой никак не разберемся, а нам уже подсовывают, что это будет долго, вот ты сказал про август, да, может, мы хотим к времени прийти, когда действительно пандемия пойдет на спад и начнется все, колесики закрутятся и экономики и всего. А тут нам говорят, нет, ребята, а в сентябре-то вы получите по полной еще вторую волну. Вот, вот это вот ты абсолютно правильный пойнт нашел. Все, теперь это то, как противоборщащая сторона, то есть, будем говорить, где мы, вот то, как они используют этот коронавирус во вред государству, по-настоящему во вред. То есть, они за медление темпов экономики, они за то, чтобы избавиться от настоящей демократии на выборах, они хотят под эту сурдинку сохраниться у власти и хотя бы как минимум в Конгрессе. Но не дай бог, если мы будем об этом думать, и дай бог, чтобы удалось удалось республиканцам и Трампу, чтобы удалось переломить этот коронавирус. Сейчас будет брошена вся, вся артиллерия со всех стресс-массоинформации, все научные мужи со всех университетов отроют хайло и будут говорить о том, что ни в коем случае нельзя идти дальше с экономикой, давайте подождем, давайте потелепаемся, это все, это все будет во вред людям. Вот такие дела. Я говорю это как представитель города демократического, представителю, извините, города демократического. К сожалению, к сожалению, Господь Бог поселил нас вот как у Бабеля. Зачем Господь Бог поселил нас в России, где нас унижают и так далее, а не в Швейцарии, где горный воздух и сплошные французы. Вот то же самое. Чего нас, евреев, которые прошли через Россию и знают, что такое социализм, зачем он нас поселил в социалистических штатах? Ну, вот, кстати, ты подошел к этому замечательному слову я хотел бы напомнить нашим радиослушателям о ТВ-клубе Континент и как раз писатель-философ Михаил Веллер раскладывает... Ой, чудесно! Я прочел этот материал, я прочел все это дело и прослушал. Это же, да, это... И прослушал. Это феноменально. Я всем-всем абсолютно рекомендую. И, кстати, я тебя поздравляю с этим. Это не так просто сегодня затащить Веллера. Я понимаю, какой у тебя бюджет и как это было тяжело. Послушай, если я умудряюсь Черноморского затащить на передачу... Да ладно! Я себе бесплатно достался. Я отдался так просто. Мы уже подходим к концу. Было, как всегда, интересно с тобой пообщаться, услышать что-то. И дай Бог тебе и Нью-Йорку процветания, и чтобы... Берегите себя. Русскоязычная община и Чикаго. Город 312, как песня поется. Дай Бог счастья и здоровья. Спасибо, Трофел, будь здоров. Часто.